Часто я открыто про новостройки. Застройщику это тоже не надо, потому что это дорого. И только в лучшем случае, в лучшем, друзья. А для меня, конечно, загадка, почему это бизнес-класс. Мы поднимаемся с вами наверх. Шаверма, узбекская кухня. 160 лет получается. И понимали место расположения этого комплекса. Нравится ли вот такой вид. Откроют станцию метро Горный институт. Все платное, вот смотрите, вот. Все в машинах. Вот смотрите, что же здесь рядом, куда сходить, что делать. И надуйте щеки. Историческая красота Советского Союза. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на Васильевском острове. Сев кабель-порт. Сейчас пройдем здесь через него, чтобы вы посмотрели это прекрасное место. Там, где, кстати, совсем недавно появился офис Сбербанка. Представляете, какое будет место притяжения для IT-специалистов. Когда-то здесь были производства, а теперь кафе, рестораны, развлечения, офисы. И проведение различных мероприятий. К примеру, здесь устраивают концерты различные музыканты. Видим впереди трубы ТЭЦ. Видим большое количество кафешек. Шикарную, на мой взгляд, прогулочную зону здесь сделали. Вход здесь свободный. Есть парковка платная 100 рублей в час. Здание оставили, скажем, в той красоте, в которой оно и было. Когда здесь что-то производили, сейчас, конечно, никто ничего не производит. Зарабатывают деньги на общепите и офисах. И, соответственно, здесь, сейчас вот мы выйдем к жилому комплексу на Васильевском острове. Но перед выходом к этому комплексу наберите, как можно, больше воздуха и надуйте щеки. Потому что это легенда Васильевского. Вот уже впереди видим флаги легенды, где на территории, достаточно большой, будет возводиться жилой комплекс бизнес-класса. Ну, знаете, есть такие нюансы у комплекса. Это, к примеру, здесь же есть высотный регламент. И, соответственно, застройщику выше этого регламента строить нельзя. Хотя, именно поэтому, я полагаю, в бизнес-классе высота потолков практически всех жилых помещений 2 метра 70 сантиметров, как и в комфорт-классе и эконом-классе. Будут единственные на последних этажах квартиры, где трехметровые потолки. А если бы сделали 2,90 или 3 метра, то было бы, соответственно, меньше бы этажей и меньше было бы квартир. Они были бы либо дороже, либо продавать, соответственно, дешевле. Итак, сегодня у нас четверг, 5 сентября. Времени 12 часов 43 минуты. Кафе, ресторан здесь, друзья, чего только нет. Здесь реально очень крутое место. Вот смотрите, сколько много здесь достаточно людей. Хотя время такое, знаете, обычный рабочий день. Четверг. Еще даже немаленькая пятница. Или хотя четверг может быть маленькая пятница. Но это не важно. Все припарковано в автомобилях. Здесь везде платная парковка. Здесь без парковки свое место вообще никуда не встать. На пару часов можно встать, но целый день простоять. И платить за это деньги, естественно, никто не будет. У жилого комплекса, конечно, те, соответственно, корпуса, которые будут выходить на воду, это будет шикарнейший вид. Но также есть корпуса, которые выходят и на ТЭЦ, и на все остальное. Я вчера посмотрел городостроительный план Санкт-Петербурга, и в нем, что здание по соседству слева, никто не будет демонтировать это все, останется вот так, как и есть. Также из права ТЭЦ никто, к сожалению, не уберет. И вот эта историческая красота Советского Союза останется с нами, друзья, надолго. Конечно, понятно, что когда этот объект будут сдавать в конце 27-го года, то стоимость, конечно, здесь, пожалуй, так хорошенько возрастет, потому что это Васильевский остров, не так-то и много осталось места для того, чтобы где-то здесь что-то застроить. Квартира, кстати, здесь одна комната, стоит в предчастовой отделке от 10 миллионов 600 тысяч рублей на сегодняшний день. Наша с вами задача посмотреть, что же здесь рядом, куда сходить, что делать. Если идти вот туда, в сторону Большого проспекта, там будет станция, метро, когда-то там, которая называется Горный институт, который именно от этой точки здесь 2,5 километра. То есть примерно 25, ну какой, 30-35 минут таким достаточно бодрым шагом. Да, когда-то здесь был вход на территорию производства, теперь здесь и цветы, и кафе, и ресторанчики, чего здесь только, конечно, друзья нет. Место для кого-то может быть специфическое, потому что советская ТЭЦ, вид у нее такой, знаете, урбанистический. А здесь тоже старое здание, бывшее производство, ну вот на церковь красиво, ну естественно и на воду. Все платное, вот смотрите, вот. Все в машинах, вот здесь, чтобы вот сюда припарковаться, нужно, не знаю, здесь кругов нарезан для того, чтобы найти местечко, даже в дневное время. Когда здесь происходит концерт, здесь просто забито все, и огромное количество жителей. Вот он, вот она территория комплекса получается, да. И, соответственно, вот основной выход будет как раз практически вот напротив входа в севкабель. То есть, где можно погулять, походить, там подумать о своем, там где-то посидеть в кафешке, в ресторане и так далее. По правой стороне демонтировать ничего не будут, а советское производство тоже демонтировать не будут. На данный момент здесь ходит всего лишь один маршрут автобуса, возможно, что-то запустят и больше, но по факту нужно будет идти вот туда, все время туда, к Большому проспекту. Из плюсов, конечно, понимая, что приобретая в 2024 году и получая ключи аж в 2028 году в своей квартире, в которой еще нужно сделать чистовую отделку, то здесь плюсом только будет это увеличение стоимости. Потому что вот сейчас в севкабель сел Сбербанк, у них айтишный офис для молодых, соответственно, это сразу плюс будет к стоимости. Откроют станцию метро Горный институт, это тоже будет плюс к стоимости, потому что метро есть, оно вроде и не близко, хорошо, и в шаговой доступности, то есть в 30-35 минут можно, в принципе, пройтись. Тем более это центры города. Впереди с вами видим остановку общественного транспорта, они, друзья, обманул вас, здесь не один маршрут ходят, вот 151-й и 262-й автобус. Даже есть расписание автосервис, кому нужно. Ну, такая, знаете, вроде и центр города, но при этом ты в промке. Такой хороший-хороший промке. Помню, здесь был Штирлиц, обслуживали БМВ, а чуть дальше Штирлиц был. Ну, а теперь что-то здесь этого ничего нет. Здание вот так выглядит, вот это тоже никто демонтировать не будет. Все вот это как есть, так и остается. Здание Газпрома тоже никто не демонтирует. Вот это не будут застройки по градостроительному плану. Вот, сейчас здесь Питер Моторс. Но, не знаю, кому нравится ли вот такой вид. Колючая проволока, какие-то гаражи. Промка, вот всем вкапель, например, очень прикольно сделали, я считаю. Потому что ничего не стали разрушать, а просто отреставрировали, сделали красоту и сделали такую большую зону притяжения жителей Васильевского острова, да не только его. Потому что здесь проводятся, напомню, концерты. Не так давно здесь Арбенина выступала. Вот есть у нас среди вас фанат Арбенина? Или, может быть, кто-то из вас был на концерте? Ну, вот везде запретная зона. Вот эта вся территория ТЭЦ. Не демонтирует ничего, друзья. Горячая вода должна быть на Васильевском острове с отоплением. Еще один из входов. То есть здесь можно везде походить, погулять. Вот эти были производства, но теперь все уже никто ничего давно не производит. И территория здесь достаточно большая. Значит, с правой стороны получается у нас Нева. У нас Севкабель. С левой стороны вот у нас промка. И вот мы пока идем, идем, идем прямо. Вот так кружочек обойдем, чтобы вы все внимательно посмотрели и понимали место расположения этого комплекса. Потому что центр города – это центр города, но сам центр, он может быть, друзья, совсем быть разным. Да, когда-то здесь проходили рабочие из одного цеха в другой цех. Историческое здание, которое должны реконструировать. Все, друзья. Вот получается, все. Дальше вот колючка пошла. И направо можем снова зайти в порт, пройтись, посмотреть и, соответственно, вернуться обратно. А здание, конечно, очень красивое. Это было жилое здание. Обратите внимание, какая лепка. Если бы за ним ухаживали, то, соответственно, состояние было бы намного лучше, нежели чем мы видим сейчас. Проходная завода. Серп и Молуб. Тоже в советское время прикрепили герб. Аренда, партнерство, сотрудничество. Тут все закрыто. Смотрите, как все протоптано видно. Проходили на проходную. Люди вот в такой исторической здании. Видите, даже есть экскурсии. Красивый эркер. Запах только здесь некрасивый. Вот смотрите, штукатурочка-то. Сколько сотен лет. Все держится и ничего не отваривается. Ну, местами только, да. Вот ведь особняк, брус Ниццыных, садом и оградой. 1860 год. Представляете, а вот сколько лет прошло. 160 лет получается. Офигеть. Да, и двери деревянные с тех времен. Вот это было качество по старым примитивным технологиям. Все, значит, дальше. Вот он, Балтийский завод. Вот он, один из КПП. Балтийский завод тоже не демонтируют, потому что здесь строят корабли. Может быть, когда это и произойдет, я могу полагать, но не в ближайшие точно, наверное, лет 10. Шаверма, узбекская кухня, сэр-маркет. Вот это все Балтийский завод. Вот там дальше тоже у них проходная будет. Здесь, видимо, большой высокий забор, колючая проволока. В лучших традициях Санкт-Петербурга, центра города. О, есть тир. Грушу можно побить. Полежать на эко-травке. Посмотреть на фарватер. Финский залив. За собой. Я туда езжу, как раз на намыв приезжаешь. Красиво здесь. У нас, хотя бы, лампочки загораются, когда вечером так красивенько здесь будет. Несущие колонны еще советских времен. А, нет, здесь не сцена. Тут лавочки, в теннис можно поиграть. Слушайте, интересно сделано, да? Плитка, значит, раздевалка или санузел был для рабочих. Хотя, странно, такие ворота большие. Вон, кирпичная советская кладка. Так, нормально. Почковый способ, самый крепкий. Ну, что-то цементика здесь они не докладывали. Не запаривались. А царские здания, конечно, смотрятся очень красиво. Даже вот здесь просто обычный кирпич. Но обратите внимание, как все красиво выкладывают из кирпича, чтобы придать фасаду такую красоту. А вот здесь есть такой план, где можно посмотреть, где что происходит. Видите, выставки, площадки для мероприятий, фотостудии, архитектурный каворкинг, рестораны, бары, кафе. Ничего здесь только нет. Красивенько. Смотрите, какую красоту здесь сделали. Мы поднимаемся с вами наверх. Для своего времени были старинные цеха, производственные помещения, усилители перекрытий. Вот, видите, балки такие. Стена пробита. Ого, окошечко. С окошечко еще не видать. Я смотрю вот на эти лампы и просто не уделю, что они вот с советского времени как висели, так, соответственно, висят. Красно, как красили. Отсюда смотрите, какой открывается вид. За большое количество лет здесь уже на плентусах деревья порастали. Для меня, конечно, загадка, почему это бизнес-класса вокруг промки и вот с такими красивыми трубами. Но, видно, застройщику видней, когда его маркетологи присваивают какой-то определенный класс соответственно будущему жилому комплексу. Ну, вот видите, да, здесь, кроме места притяжения, что напротив, кстати, залив в виде вот туда, то есть за сев-кабелем, то есть вот там будет вода, и, соответственно, чтобы у тебя был хороший вид, у тебя должен быть высокий этаж именно вот здесь. Ну, ты будешь еще, видите, и сев-кабель. Поэтому место такое, конечно, с одной стороны специфическое, с другой стороны здесь можно достаточно дорого в будущем сдавать в аренду. Но при этом, знаете, для меня есть такой момент, что мне нужно сегодня, в 2024 году, вложить сюда деньги в размере практически 11 миллионов рублей и только в лучшем случае, в лучшем, друзья, в конце 28-го получить свою квартиру. Почему в лучшем? Потому что, к сожалению, легенда как бы не надувала свои щеки, но почему-то у них задержки. К примеру, большой 65, почти там два года, если даже не до сих пор, они все пытаются доделать, достроить свой комплекс. Малоохтинские сдали, ну, что-то как-то там, знаете, сдали так, что фасад до сих пор не доделан местами. Ну, как-то вот у них, что-то у них пошло не так. Можно, конечно, в этом кого-то винить, но вы застройщик, как вы строите, берете ответственность. Так что надо отвечать за свои дела. Ну, в общем, долгий грающий, конечно, проект. Понятно, что стоимость будет плюс. Понятно, что вот здесь рядом ничего не изменится. Понятно, что ликвидность этого объекта такая, знаете, он вроде в центре города, вроде такой ликвидный объект. Ну, знаете, для меня такой 50 на 50, потому что жить здесь, ну, вот реально надо подумать, стоит ли здесь кому-то вообще жить и для жизни покупать квартиры с детьми, там еще с чем-то. Здесь есть прогулочная зона, прямо вот здесь можно погулять. Можно выйти на набережную, в заливу, то есть все достаточно неплохо. Но, пожалуй, место подойдет не всем, потому что, как вот здесь были трубы, вот они, так они и останутся. При этом чуть дороже можно взять более, скажем, такой пафосный объект вот с этого групп. Там и по рендерам отделочка, и фасадики такие достаточно интересные. А здесь чем-то похоже на Васильевский, где Смоленко, вот на ту архитектуру, что уже, скажем, давно построено и, соответственно, сдана. А эта дорога, вот покажи, Вин, если идти туда, вы увидите нас к Большому проспекту. Здесь сразу за углом справа будет Лукойловская заправка. Я вот сколько жил на Васильевском, сколько себе помню, она здесь все время была. Здание порта слева будет, в котором только сейчас офисы, офисы и гостиницы. Ну, вот понятно, да, что вот эти трубы, которые вот они с покойных веков из ТЭС, скорее всего, где-то у комплекса что-то часть уберут, а остальные вот так все и будут торчать. Это очень дорого, ТЭС это не будет делать, им это не надо. Застройщику это тоже не надо, потому что это дорого. Им дешевле это на рендерах все убрать, сделать красивую картинку и нам, соответственно, с вами продать. Здание морского вокзала, здание очень смотрится красиво, такой в виде поросов в советское время, внутри там атриум такой офигенный, классный. Ну, не атриум, он, наверное, по-другому называется. В общем, очень классное, красивое здание, вот сюда приходили раньше корабли, потом, соответственно, все перенесли на намыв, и все пропало. Соответственно, там офисы и гостиницы на данный момент. Заправка, каждая вина. Ну, с утра я понимаю, когда комплекс сдался, здесь так прилично будет. А возможно, и пробки не будет, потому что здесь, в принципе, большой проспект, здесь никогда такой движухи большой не было. Вот туда эти как раз будут станции метро, которую не могу сдать почти уже 10 лет, если не больше. Это здание гостиницы, место, конечно, здесь шикарное, могли бы и жилой дом построить, но решили, что будет в гостинице. На первом этаже у них будет Курчатский ресторан и все такое. ЗСД отсюда виден, вот общественный транспорт, кстати, достаточно хорошо ходит. Пока мы здесь с вами гуляем, уже, наверное, третий или четвертый автобус проезжает. На автобусе может доехать будет до будущей станции Горный институт, которую, я надеюсь, они откроют, обещали, если не ошибаюсь, в этом году. Но обещают уже давно и, соответственно, у меня, честно, веры в них нет, что они что-то смогут сделать. Само здание это монолитный каркас, заполнение проемов это будет газоблок и система навесного фасада, чтобы придать вот такую визуализацию красоты, как на рендерах застройщиков. Но главное, чтобы было все ровно и четко, а не как, к сожалению, это бывает обычно. Будет даже шумоизоляция. Возможно, здесь застройщик применит шумоизоляционные маты, вентиляция будет обычная, сборная завода, как в советских панельках и в домах, к примеру, от ЛСР. Потом мы делаем такую красивую картинку, вот так все закручиваем, закручиваем, делаем шикарный дорогой маркетинг, вбухаем туда кучу денег, называем это бизнес-класс и продаем вам. Честно и открыто про новостройки. Ну, за помощь с недвижимостью обращайтесь. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok